МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомер и в студии працует Светлана Князева. Глядзите в этом выпуске. Не покинуть без допомоги, как працуют во умолах пандемии ветеринарные клиники. Контакты первого и другого узровняв. Особливости вытачи листков не працаздольности. Оценка властности онлайн – новые правила Державного комитета по майомости. А зараз об этом и иншим – больше подробязным. На Мазырщине почалась сяуба кукурузы. Для працавников вёстки кожный день з'является важным. А кроме часу, треба уличвать множество нюансов. Гэта обмерковали на недавнем семинаре, куда запросили аграры у Мазырского и Наравлянского районов. В Мазырском и Наравлянском районах уже проходит сяуба кукурузы «Насилас». Царыца Палёв – стратегичная культура для живёла Гадоули. От ураджайности будет залежить работа гэтой глиныхосподарки. Весной при проведении любого вида посевной кампании мы всегда напоминаем нашей агрономической службе инженерной о том, что необходимо проводить и как соблюдать технологические регламенты, которые утверждены нашим Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. От того, насколько будут регламенты использованы при проведении сева, уходных работ, подкормок. Конечно, зависит и будущий урожай. Задача не только обеспечить наше животноводство кормами в будущем, но и, конечно же, получить полноценные качественные семена, которые пойдут для сельскохозяйственных организаций Гомерской области и в целом нашей страны. На поле экспериментальной базы «Кроничная» у урочища Матрункова гора собрались аграрии с двух районов – Мазырского и Нараулянского. Тут на площади 30 гектаров высажена кукуруза гибридоладага. Обнабытым в опыте по выросшиванию стратегической культуры поведомил керавник предприемства Миколай Рубаха. Эксбаза у регионе показывает высокий узровень как выросшивания, так и перепрацовки кукурузы. У структуры поселных площадь полову займаем и навитаяна. В этом году, по словах Миколая Рубахи, працовники предприемства лёгко подрыхтовали хлебу до поселбы. Ранняя и протяглая весна дозволила спокойно провести усе необходные мероприемства. Селба кукурузы носилась на предприемстве уже завершена. С 20-го красавика почнуть высаживать на зерне. У двух районах засеяно 108 гектаров. От посева зависит 40% успеха. То есть, что залаживается здесь на поле? Время сева, глубина сева, качество вообще, в целом, качество проведения этой операции. По двум районам на все цели надо высеять с кукурузы 24 300 гектаров. Это необходимо сделать за 29 рабочих дней. До 10 мая данный вид работ нужно закончить. Технологичные термины по селбы начинаются, коли хлебы достатково прогреться. В 8-го красавика температура земли повышалась до 13,2 градуса. Тому важно не пропустить момент, как уложиться у термины, что день треба засевать примерно 1000 гектаров у двух районах. Тем более, что в этом году кукурузы будет засеяно на 3000 гектаров больше земли, чем у минулым. Причина – у повеличения пахалуя живелы. Нагрузка возрастает, но для обеспечения селбы в потребный час есть и техника, и люди. До речи, трактористы у первой от поселной мают умогчимость заработать в месяц до 2000 рублей. Зарплата залежит от количества засеянных площадей, а затем от усхожести. Чтобы поддерживать технологии, важно отказно подойти до справы. Тут нет дробицей. На семинары звернули увагу и на выполнение безопасных умов работы, и на стан техники. После поселной нужно обеспечить старецы полей еще и правильный догляд. Лидия Поттер, Юрий Горобец, Вячеслав Прописнов, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». Только за вчерашний день на Гомельщине было зарегистровано 18 буйных пожаров. У тем лику два торфяных и четыре лесных. В связи со складанной пожаронебеспечной ситуацией сегодня пройшла видоселекторная нарада, на которой обмеркованы шляхи минимизации отмовных наступствов. Наши корреспонденты потекавилися подробностями. Ситуация, правда, серьезная. С початку года у экосистемы Гомельской области зарегистровано 392 пожары. Это уже шесть разов больше, чем было на эту дату лета. Поведомления об узгораниях до выротовальников поступают постоянно. Спасателям Петриковского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в деревне Баклань горит хозяйственная постройка. По прибытию к месту вызова подразделением ЧЭС было установлено, что горит два нежилых дома и пять хозяйственных построек, которые в результате пожара были уничтожены. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности. Головная задача сегодняшнего посаджения областной комиссии по надзвычайных ситуациях – унести корректировки у деятельность некоторых службов. Незадовольняючий застается якость проводимого мониторингу. Часто пожары становятся вядомы, коли он станет мощным. Больжорскими повинны стать меру, относенных до керовников сель-газпродприемствов, які наумысно выпаливают сухую растительность. У гэты ж спис можно дадать отказных за подтримание парадку у придорожной зоне. Кинутая запаленная цигарета причиной узгаранья установилась не однойче. Как-то нужно сознание людей менять, потому что мы говорим о том, что запрещено полить траву в экосистеме или в населенном пункте. Но все равно народ, я не понимаю почему, продолжает это делать, к сожалению. Но опять же в этом году немножко нормальная зима, не было влаги, не было снега, сушь. Поэтому нам пришлось принять такое решение, и все лесхозы области закрыты от посещения. Мы даже знаем такие случаи, есть специальные такие вредители. Они идут и палят лес. К сожалению, такое есть. Особливая тема – наведение парадку на земли. Не глядяши на проводимую работу, только экологи селета выявили амаль 1600 несанкционованных звалок. Их по ранейшему шмат и они потенциальная крыница узгаранья. За этой нагоды, подчас посяджения комиссии по надзвычайных ситуациях, выказывается пропанова инициировать перед прокуратурой дачи правовые отзнаки официйным особам, о обовязках, яких наведение парадку на замоцеванной территории. Тут же просьба до миллиараторов, в некоторых районах не хапая крыниц пожарного водозапеспечения. До речи, часка торфянников, где пожары возникают велими часто, вырешено затопить. Предусмотрено, что в Хойницком и Калитковичском районе будут проведены ряд мероприятий, в том числе мероприятия по восстановлению болот. Под эти мероприятия предусмотрен отвод территории, это старые выработки торфяные. Олег Синцеров, Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, Телерадо и компания «Гомель». Установы державного санитарного нагляда Гомельской области протягивают проведение комплексов санитарно-супротепидемичных мероприемствов по недопущению завозу и распоусюдживанию коронавируса COVID-19. По стане на 12-е красавика на территории Будокошалевского района зарегистрованы пять выпадков захворывания коронавирусной инфекцией сирот насильництва. Захворылы шпитализованы в Гомельскую областную инфекционную клиничную больницу. По усіх выпадках вызначены контактные особы. Проведена шпитализация и самоизоляция контактов першого взрывню. Организовано их лабораторное обследование. Повышение мер безпеки. Батьки, дети, яких стали контактами першого взрывню, альбо другого с предметами респираторной инфекции, так само повинны самоизолеваться. Им выдадуть листки часовой непроцездольности. Министерство Аховы Здоровья означает, что новая постанова, дейничая односно батьков, детям яких до 10-ти годов, и яны наведывают дитяже сад, альбо школу. Так само зменився парадок выдачи листков непроцездольности. Установлены новый вид порушения режиму, невыконывание потребований самоизоляции. Доведов без перешкод. Как продолженные каникулы пройшли с корыстью, Белорусский Державный Педагогичный Университет имя Максима Танка пропонует школьникам и наученцам педагогичных классов волонтерский онлайн-проект «Будучая педагоги детям». Серию онлайн-уроков по учебных предметах для детей проведут студенты старейших курсов этой установы. Интернет-занятки будут складаться у тем лику с захопляющих вопытов и экспериментов. Освятой наученцев педагогичных классов займется профессорско-выкладческий состав ВНУ. Трансляции проекта можно найти на официальном YouTube-канале Университета. Плановые огляды по мягчимости откладываются. У экстренных выпадках допомога оказывается обовязкова. У Гомельском центре ветеринарной медицины призвучаются до работы у несприяльный эпидемиологический период и принимают необходимые меры, чтобы оборонить господаров своих четвероногих клиентов и супрацовников от заражения коронавирусной инфекцией. Как все отпрацовано на практице, доведалась Марина Джалая. Кошка София сломала зубы, довелось выдалить и вот сейчас трапить на необходимую при таких вмешательствах консультацию. Господар Живёла об новых правилах наведывания медцентра ведал. Пришел в массы и докладно до часу своего приема, как не контактовать с другими людьми. Прочитали новое правило, что нужно только в масках посещать. В принципе, их не нарушаем. Мы сами относимся к этому положительно. То есть, зачем болеть? То есть, за животным все равно будешь ухаживать. Ранее у ФАИМ медцентра заусюду было шмат клиентов со своими питомцами. А зараз пуста. З одного боку плановые огляды медики мкнутся откладывать, з іншого – чекать свою шарги людям пропонуть на улице, у автомобиля альбо на лавочце. Можно и в медцентре, але звонку – больше безопасно. Подъезжают, у кого есть возможность на автомобиле, на парковку, звонят нам на рабочий номер телефона, говорят о том, что они приехали по записи, называют фамилию. Мы их отмечаем. И когда приходит время приема, мы звоним опять-таки нашим пациентам на мобильный номер телефона и вызываем их на прием. Например, эта шиншилла без лечения могла бы загинуть. Уживелы хвороба, за якой она перестала есть. Треба подразать зубы. Усим господарам кроликов шиншил морских свинок специалисты нагадывают контролювать это. Такая проблема – видовочная причина прийти до ветеринара. Шиншилла у нас перестала кушать, началось слюнотечение. Делать мы ей будем подрезать шипы на зубах. Для того, чтобы шиншилла у нас могла нормально кушать, нормально могла грызть коры, нам необходимо сделать такую вот процедуру. А если бы не сделали, то что? Она бы погибла. Кварцевые лямпы, дезинфекция поверхня, урушек дверей, антисептики, скорочение колькости пациентов – в медцентре мкнуться, к обновидовальнике отшивали себя больше спокойно. Али и людей при записи на прием просить, ка приходили у масках, по махчимости у пальчатках. Клопотятся тут и об своих супрацовниках. Размова як о предоставлении в отпусков, так и об особливых умовах працы. Приняли все рекомендованные меры для защиты своих сотрудников. Всем рекомендовано находиться в масках, всех животных осматривать только в перчатках, просить людей быть на отдалении чуть-чуть. Всем тоже предоставлены антисептики в большом количестве, чтобы обрабатывались руки, поверхности. Маски получают наши врачи на складе, меняют их каждые два часа. Ну, во всяком случае, всем так рекомендовано. Усе мы заразы казались, я кажусь, у одной лодцы. Але заховывать спокоек, лопатиться в своих близких, у тымлику любимых питомцах – это так само важно, это человечно. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Оценка у режиме онлайн. Эпидемиологичное становище поуплывало и надеянность Державного комитета по майомости. До 1-го червяня ведомство будет проводить огляд уластности при допомозе видеосовещения. Оценщик должен делать скриншоты тех и других объектов, чтобы подлюстрировать их внешний выгляд, стан и место расположения. Затем, эти фотознания будут включены, как додаток, в справозначение, складенной по выниках незалежной оценки. Забарона на ловлю судака за нерастух этой рыбы с 15-го красавика по 30 мая ее выловливание карается по закону. Забарона необходна для захования популяции судака. Если рыба зловлена ненаумысленно, ее нужно отпустить. Порушение правилов погрожает штрафами, а причинение шкоды на сумму больше за 100 базовых величин – криминальной отказностью. Выбранные святые. В Палаце Румянцевых и Паскевича представлена выстава разных драуляных образов майстра Владимира Куклина. В экспозиции больше за 30 работ, створенных по канонах сторожитно-русских пророслов. Основный материал – липа. На образах можно убашить как знакомитые библейские сюжеты, так и маловядомые мотивы. На одну работу майстру потребно от 1 года до 2 месяцев. От композиции зависит. Или одна фигура, или 16. У меня есть 16 фигур композиции. И мелкие, такие надо же копаться. Но не больше 2 месяцев уходит на работу. Это вместе с заготовкой дерева. Надо же склеить. Иконы все на липе в основном. Но я и на ольхе делаю. И одна работа у меня есть даже на груши. Очень плотное дерево, но я сделал все. Владимир Куклин народился у республицы Марээл, скончил уфимское мастацкое вычилище. Будельничал у республиканских конкурсах и выставах, где представлял картины на полотнах, чаканки по металлу и мастацкие панно с древа. У 80-х переехал у Гомель, працавал на фабрице мастацких вырубов, створал интерьеры и занимался рестаурацией образов. Это уже пятая персональная выстава Майстра за последние несколько лет. Это и другие новинные информации о проектах телерадио компании Гомель вы можете узнать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Пожары по-прежнему являются наиболее опасной чрезвычайной ситуацией, зачастую приводящей к уничтожению имущества, травмированию и гибели граждан. Минувший уикенд, к сожалению, не стал исключением. В пятницу около 10 утра спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Заболоте Жлобинского района. По прибытию подразделения МЧС жилой дом горел открытым пламенем, рядом пылали еще два сарая. Хозяин дома, 75-летний пенсионер, попытался самостоятельно потушить огонь, но получил в ожоге 10% тела, был госпитализирован. Пожар ликвидировали спасатели. Рассматриваемая версия причины возгорания – нарушение правил эксплуатации печей теплогенерирующих агрегатов и устройств. Возможно, по этой же причине произошел пожар и в деревне Бобровича Калинковического района. Приезду спасателей дом также полностью был охвачен огнем. При проведении спасательных работ обнаружена женщина без признаков жизни, личность которой устанавливается. По факту гибели проводится проверка, назначен ряд экспертиз. Напряженная обстановка с пожарами остается и в экосистемах. Во всех районах области введен запрет на посещение лесов. Тем не менее, возгорания продолжают фиксироваться практически во всех уголках нашего региона. По оперативным данным, за выходные в области ликвидировано 8 лесных пожаров на общей площади более 12 гектаров. Три торфяных пожара и 18 возгораний травы и кустарника на площади свыше 26 гектаров. В субботу по причине выжигания сухой травы на корню, в поле около деревни Степы Жлобинского района огнем был поврежден трактор. Клубы и сизово дыма периодически появлялись и над областным центром. Два дня подряд гомельские спасатели тушили траву на луге в районе моста через реку Ипуть. Не на шутку напугал горожан дым отгоревшей травы рядом с ледовым дворцом. В ликвидации этого возгорания было задействовано 7 человек личного состава и 6 единиц техники. Площадь пожара составила полгектара. Никто не пострадал. На сегодняшний день непотушенным остается один пожар травы и кустарника площадью 30 гектаров на территории Лельческого района. По линии ГАИ за два дня в области выявлено 23 водителя, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии и 67 автолюбителей, которые сели за руль, не имея на то права. Зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 4 человека. По предварительной информации, два ДТП произошли по вине нетрезвых водителей. В субботу ночи в Гомельском районе 36-летний водитель совершил ДТП на автодороге Сосновка-Абакумы, из-за чего его автомобиль съехал в Кювет. После аварии мужчину с травмами доставили в больницу. Через сутки на автодороге Ржанов-Альбинск Октябрьского района «Шкода Рапид» под управлением 28-летнего водителя также оказалась в Кювете. 47-летняя женщина-пассажир получила телесные повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение Октябрьской райбольницы. По всем фактам проводится проверка. В двух случаях водители не справились с управлением транспортного средства и выехали за пределы проезжей части. По предварительной информации, оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения. В окрестностях Гомеля служебная собака обнаружила мину времен Великой Отечественной войны. После отработки программы дрессировки с немецкой овчаркой инспектор-кинолог отпустил животное порезвиться. Собака углубилась в лес и вскоре остановилась. Внимание четвероногого сотрудника привлекла ржавая минометная мина. На место происшествия вызвали саперно-пиротехническую группу, которая ликвидировала опасную находку. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В матче четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги Мозырьская славя очередной поединок проводит дома. В соперниках Брестский рух. Сейчас мазыряне занимают четвертое место. В их активе шесть очков. Ранее в чемпионате страны среди дублирующих составов Мозырьская славя потерпела поражение от Брестского руха. 0-2. Футбольный локомотив провел контрольный поединок в гостях с командой третьего дивизиона. Соперником железнодорожников стали представители футбольного клуба Жлобин. Матч завершился разгромным счетом 9-1 в пользу гомельчан. Напомню, чемпионат Беларуси по футболу в первой лиге начнется уже на этой неделе. Откроет национальное первенство полесское дерби. Локомотив и светлогорский химик. Еще один представитель области Гомель также провел товарищескую игру на домашнем стадионе. Соперник зелено-белых светлогорский химик. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 5-0. Голевым успехом отметились Батищев, Юденков, Некрасов и дважды Теслюк. Сегодня стало известно, что клуб переносит ежегодную встречу с болельщиками на более поздний срок. Однако директор Гомеля Василий Дроздов и главный тренер зелено-белых Иван Биончик ответят на вопросы перед началом сезона. Задать их можно в комментариях официальной группы клуба ВКонтакте. Вопросы принимаются до 15 апреля. В Беларуси появилась Ассоциация школьного спорта. Ее задача – проведение соревнований для школьников поощрения детей, показавших высокие результаты на международных и республиканских турнирах и привлечении инвестиций в детский спорт. Работать представители Ассоциации школьного спорта будут совместно с аналогичными организациями других стран и Международной Федерации школьного спорта. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Николай Скинтиян. Оставайтесь на Беларусь 4.